Уважаемый господин Соколяк, Диа, леди, джентльмен, Шановне, пани, Тапанове, Уважаемые дамы и господа, Пока я хочу сказать вам, что, наверное, все, кто читает методическую литературу по аппарату Медалайт и нашу вспомогательную широкую литературу, наверное, задает себе вопрос, как же можно об этом всем аппарате, явления технологий сказать емко, но кратко. Ну и так, я позволил себе подготовить так называемые аксиомы, то есть истинные, не требующие доказательств. Значит, первое, сначала я хотел бы всем напомнить, что компания Цептер является мировым производителем физиотерапевтической аппаратуры с собственной сетью внедрения и сопровождения. Эта компания известна производством аппаратов Биоптрон нескольких поколений, аппаратов более первых поколений, несколько вариантов Биоптрон, но аппарат Медалайт является самым новым, скажем, таким высокотехнологическим аппаратом и как раз прогресс технологий и позволил создать этот новый аппарат. Значит, какими свойствами обладает свет, который создается аппаратом Медалайт? Ну, во-первых, это двуххроматический, то есть красный плюс инфракрасное излучение. Дальше, это низкоэнергетическое, малокогерентное, не содержащее ультрафиолетовых лучей, обеспечивает эффективность контактного лечения. И эта технология основывается на трех фактически ногелевских премиях. В аппарате Медалайт источником света является 108 диодов, как уже сказала доктор Лоско, но я хотел бы отметить, что световая платформа обрабатывает на 119% больше площади, чем аппарат Медол. Новым свойством аппарата Медалайт является возможность подачи не только непрерывного, но и пульсирующего потока света с частотами 10, 600, 3000 и 8000 Гц. Это обеспечивает новое слово, я бы сказал, адресность лечебного воздействия. То есть мы можем направить свет именно потребителям, которые нуждаются именно в этом виде энергии. теперь несколько слов о физиологических механизмах действия красно-инфракрасного излучения. Ну, я хочу сказать так, наша планета из космоса получает разные виды электромагнитного излучения. Для живых организмов главным является видимый свет. Он состоит из фотонов, которые проникают сквозь кожу на разную глубину. причем красный вид света проникает глубже других, например, синего, а инфракрасный достигает подкожных слоев. Это обусловляет прогревание не только кожи, но и подлежащих тканей. Рассмотрим основные механизмы действия красно-инфракрасного света. Энергетика. Каждая клетка нашего организма имеет собственную электростанцию митохондрию. В них вырабатывается энергия в виде аденозин-3-фосфорной кислоты или АТФ. Для синтеза АТФ нужен кислород, который доставляется кровью. Если кровоток ослаблен, как, например, у пациентов с нейропатией, то все клетки, включая нервные, недополучают кислород и другие питательные вещества, например, глюкозу. Поэтому митохондрия не может производить необходимое количество АТФ. Нервные клетки ощущают нехватку АТФ и посылают болевые сигналы мозгу. Теряется мышечная чувствительность и это может обусловить расстройство движений. Митохондрии чувствительны к красному инфракрасному свету, поэтому прямая доставка квантов энергии стимулирует производство АТФ. В итоге нервные клетки получают больше возможностей для выполнения своих функций. Микроциркуляция. Свет стимулирует выброс окиси азота клетками. Она проникает в стенки сосудов, их мышцы расслабляются и через них может пройти больше крови. Объем микроциркуляции увеличивается. Повышенная выработка окиси азота усиливает противовоспалительный эффект. Вы видите, закрывается рана. Благодаря увеличению кровотока усиливается доставка кислорода в очах патологии, что устраняет гипоксию и разрушение тканей. В результате воспаление снижается. Восстановление тканей. Для заживления тканям нужны кислород, питательные вещества, АТФ и факторы роста. Окись азота создает условия для ускоренного заживления. Ключом к этому процессу является улучшение кровотока. Облегчение боли. Боль возникает тогда, когда содержание кислорода в нервных структурах понижается. Например, палец начинает болеть, если его перетянуть жгутом. Жгут перекрывает кровоток. Ткани не получают кислород и реагируют в болевые рецепторы. Если убрать препятствия, боль проходит за счет улучшения кислородного режима нервной ткани. Практический момент. Аттрит. Красный свет инфракрасная часть инфракрасного спектра глубоко проникает сквозь кожу и достигает суставных связок, суставной струнки, трущихся поверхностей, хрящей и так далее. В зону патологии проходит тепло, которое ослабляет боль. Улучшается кровообращение поврежденной ткани вокруг сустава и это ускоряет заживление. Расслабляются окружающие мышцы, что также снижает болевые ощущения, увеличивается объем движений. Фактически мы сняли главные симптомы артрита, которые больше всего давали беспокойство пациенту. Конечно, можно применять еще и другие методы стандартные лечения, но свой вклад аппарат Биотрон Медолайт наверное внесет. Итак, в результате нормализации жизнедеятельности клетки возникает возможность реализации ее полноценного жизненного цикла и он завершается апоптозом естественным уходом из жизни в противовес ее преждевременной гибели, что бывает при некрозе. Свет аппарата Медолайт может влиять и на точки акупунктуры и биологически активные зоны. Возможно получение противоболевого успокаивающего активирующего эффекта. Здесь вы стрелкой видите как снизилась болевая реакция у подопытного животного. Действие Медолайт света возникает на трех уровнях как минимум. На уровне клетки это местная регенерация активация функций органа системы например укрепления местного или системного иммунитета организма активация биологически активных зон и так далее. Все это одновременно включает и местные и системные механизмы которые будут изменять улучшать возможности организма для снятия патологического процесса. эффективность Медолайт света терапии доказана экспериментальными и клиническими исследованиями практическими наблюдениями на протяжении 10 лет в Польше в Украине в Словакии в Сербии в Чехии хочу подчеркнуть особенно что осложнения до настоящего момента еще не отмечены и отзывы пользователей аппарата Медолайт конечно положительны что я надеюсь мы будем слышать и от украинских пользователей лечение Медолайт светом показано при заболеваниях кожи и слизистых оболочек при болевых синдромах воспалительно аллергических состояниях при сниженном иммунитете при стрессорно эмоциональных расстройствах то есть это главные показания и я бы сказал что фактически эти показания охватывают собой больше 90% всех тех заболеваний которые наиболее часто встречаются в обычной жизни у людей но не только этим исчерпываются показания аппарат Медолайт эффективен и полезен в медицине спорта труда ну например фитнес там при усадебный участок там путешествия офис военные действия моряки водители продавцы и так далее и поэтому он как вы видите потому что он у меня здесь вот так сказать тоже я сейчас вам говорю аппарат работает конечно это нужно под рубашку но тем не менее это говорит о том что мы можем даже находясь в транспорте или где-то себе обрабатывать одну из главных таких иммуно-корректирующих зон зону грудины медолайт свет усиливает действия внешнего лечения косметических средств обезболивающих препаратов антиоксидантов здесь например показан препарат астакс аппарат медолайт незаменим как способ лечения всех членов семьи независимо от возраста а также домашних животных вот моя личная собачка дара которая с удовольствием пользуется аппаратами медолайт их у меня уже два я скажу что как говорила доктор лоско разработаны схемы профилактики и лечения обычных заболеваний часто встречающихся например ну вот есть схемы такие покажем примерчик как нужно пользоваться такими схем мы светим туда как показано на рисунке пользуемся лечебной таблицей и результат наступает поскольку пациенту максимально облегчена задача какие преимущества аппараты медолайт имеют настоящее время в первую очередь это наиболее эффективный световой диапазон дальше пульсирующий свет большая лечебная поверхность прямой контакт с кожей мы получаем еще тактильные эффекты что очень приятно когда мы дотрагиваемся мягким теплым аппаратом кожи и конечно автономность вот я сейчас как раз пользуюсь всем этим так сказать всеми этими свойствами аппаратами медолайт как автономного аппарата хочу заметить что аппараты имеют полную медицинскую сертификацию как в Европе так и в Украине они отвечают требованиям директивы 93.42 ИСИ вот мы видим что здесь эти директивы и также украинское удостоверение аппараты медолайт вместе с аппаратами биоптрон отметим есть ведущим звеном лечебно-профилактических технологиях компании Цептер и они должны применяться в едином в едином комплексе с профилактической лечебной и физиотерапевтической целью ну и два практических примера во-первых комплексное лечение вот вы видите здесь на картинке значит три предмета моя собака с удовольствием участвует в лечении усталости ноги моей жены после трудного дня на каблуках обратите внимание медолайт спрятан в Цептер рукавицу волшебную которая теперь получила еще одну новую функцию мы обрабатываем стопу и мы обрабатываем фактически практически все рефлексогенные зоны которые воздействуют на различные органы и системы организма и еще один момент совместное применение биоптрона и медолайта посмотрите та же собака у которой какие-то проблемы которая конечно не хочет лежать для фотографирования но посвятили биоптроном положили медолайт собачка счастлива и у нее нет никаких проблем с лечением аппарата медолайт уходит усталость уходит стресс боль анальгезия и покой поэтому я хочу всем пожелать хорошего урожая злану до стола украинской мовы чтобы у вас был большой урожай на медолайты и на счастливые лица пациентов которым вы сможете помочь с помощью этого аппарата спасибо за внимание